Великой Победы Важнейшей задачей для нас была и остается адресная забота о ветеранах. И в течение юбилейного года и позднее необходимо обеспечивать их индивидуальное волонтерское сопровождение, оказывать социальную поддержку, окружать заботой и уважением. В помощи этим людям, фронтовикам и труженикам тыла не только приоритет партии «Единая Россия», но и наш с вами общий нравственный долг. Сопредседателями оргкомитета стали Сергей Нарышкин и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. А в состав вошли в общей сложности 35 человек, в том числе губернаторы, министры, депутаты, представители крупных корпораций и общественных организаций. У каждого есть свои предложения и инициативы, но здесь крайне важно сверить часы. До сих пор все мы занимались этими направлениями самостоятельно. У нас, у каждой организации, у каждого ведомства есть свои лучшие практики, которые были наработаны, но занимались мы этим независимо друг от друга. Созданный оргкомитет призван скоординировать и усилить эту работу, сделать ее более системной, взаимосвязанной. Когда речь идет о ветеранах, работа должна быть не только отлаженной, но и адресной. Социальная поддержка участников Великой Отечественной стала важнейшей темой обсуждения. И учитывая, что на оргкомитете собрались главы целого ряда министерств, включая Министерство связи и Минздрав, разговор был весьма предметный. В частности, стало известно, что мобильные операторы «Большой четверки» поддержали инициативу по обеспечению всех ветеранов Великой Отечественной бесплатными сотовыми телефонами и мобильной связью. Мы говорим о том, что ветеранам будет доступна мобильная связь внутри страны, межгород абсолютно бесплатно на протяжении всей жизни. Мы прорабатываем технические детали. Нам важно обеспечить уверенный прием связи в том месте, в котором проживает ветеран. Собираем списки, смотрим, где лучшее качество связи. Соответственно, я думаю, что совместно с ними мы эту инициативу реализуем. За каждым ветераном закрепят волонтеров, а их работа, в свою очередь, будет координироваться на самом высоком уровне – вице-губернаторов и вице-спикеров законодательных собраний. Также стало известно, что информацию обо всех ветеранах включат в единую базу данных с подробными сведениями о каждом из фронтовиков, его потребностях и проблемах. Когда мы видим те или иные проблемы ветеранов, не всегда волонтеров может решить самостоятельно. Поэтому мы обратились к партии «Единая Россия» для того, чтобы объединить усилия. Этот проект, он будет запущен в этом году, но не окончится только 75-летием Победы. Мы этот проект будем вести системно. Еще одна важная инициатива касается проезда ветеранов Великой Отечественной и их сопровождающих. Как стало известно в ходе заседания, отныне РЖД будет осуществлять его абсолютно бесплатно. В российских железных дорогах, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение года, а это решение принято и будет действовать всегда. Безусловно, центральным событием этого юбилейного года станет парад на Красной площади. В Министерстве обороны уже пообещали, что по своему размаху он станет беспрецедентно масштабным. Приглашение на парад Победы получат и победители акции «Диктант Победы». Она впервые была проведена в прошлом году. В этот раз в преддверии праздника каждый вновь сможет проверить свои знания о Великой Отечественной. Акция состоится 24 апреля. Она пройдет не только более чем на 5,5 тысячах площадках по всей России, но и за рубежом проведение диктанта запланировано в Великобритании, США, Аргентине, Бельгии, Греции, Италии, Мальтии, Румынии. Как и в прошлом году, диктант можно будет написать онлайн. Однако в этот раз в задания будут внесены некоторые изменения. Количество вопросов в этом году будет увеличено до 25. 20 остаются общефедеральным, так же, как и ранее над ними работают специалисты российского исторического общества. 5 – это вопросы регионального компонента. В каждом федеральном округе они будут свои. Оргкомитеты «Наша Победа» уже в скором времени появятся по всей стране и объединят как представителей власти всех уровней, так и историков, краеведов, поисковиков. Попрошу отделения российского исторического общества оказывать оргкомитетам необходимую поддержку. Ну а региональные отделения партии, в свою очередь, призываю поддерживать такой тесный деловой контакт с отделениями российского исторического общества. Таким образом будет выстроена единая слаженная система с тем, чтобы не просто достойно встретить столь важную для нашей страны дату, но и чтобы сохранить память о победе, действительно великой, на века. Служба информации российского исторического общества.